Алюминиевый профит для освещения сверлим и развальцовываем отверстие под крепеж. И проверка качества. Знаешь, что скажут дзеновские дизайнеры? Почему перед съемками коленки не побрел? В дзене они все такие. Не понимают. Чтобы мы на стройке вообще-то, а не в Голливуде. Вот сюда будет клетинка. И вот так он будет выглядеть. Клей с резидностью 190 для СФТК мокрый фасад. В потолке оклеены базальтовой минераловатной плитой. Технониколь технофас. Как вы видите, у нас замешан клей. Церезит СТ-180 для приклейки базальтовой минераловатной плиты. Технониколь технофас. А все, как называется вата? Эффект, да? Да, я вижу, но она закрыта. Ладно, ничего. По-моему, технофас эффекты, если я не ошибаюсь. Обратите внимание, что количество корольков практически минимальное. Потому что недавно были вопросы. Мы снимали в учебном центре. Я объяснял, что в учебный центр специально привозят вату. Которая, во-первых, предстоит утилизация. То есть, это брак. Во-вторых, для того, чтобы вам четко показать, как выглядят корольки. Как выглядит некачественная вата. Поэтому ее туда вам специально и привозят. Здесь, видите, как бы все нормально. Липушки побольше, потому что они расплескиваться будут пошире. С учетом увеличения. Вот видите, грунтование минераловатной плиты. Значит, у нас есть, видите, перекрытие. Перекрытие мало того, что кривое. Во-вторых, очень сильные проблемы со звукоизоляцией. И минераловатная плита здесь выступает у нас как звукоизоляция. То есть, по сути дела, технология СФТК во внутренней отделке. Как видите. То есть, приклеим базальтовую минераловатную плиту. Но не как утеплитель, а как звукоизоляция потолков. Выполним базовый армирующий слой. И, соответственно, соседей сверху не будет слышно. Ну, а соседи снизу пусть сами думают, что они хотят. Хотя здесь у нас сделана стяжка, сделана шумоизоляция, подложка. Но, сами понимаете, качество строительства от эталона, ну, просто, мягко говоря, в общем, эталон. Используем наши фасадные навыки. Смотри, какой большой комнат. Ну, побольше уже все. Думаю, часа надо. Как видите, окантовка. Лепухи специально для тех, кто любит троллить. Подчеркиваю, никакого промежутка для выхода воздуха нет. И не нужен. Ведь не пукает она. Даже с колепиной и то не пукает. Тем более, это вата. Паропроницаемость у нее высокая. Звукоизоляция достаточно хорошая. Откантовка, лепухи. Скоро уже у нас приближение фасадного сезона. И поэтому навыки не надо забывать. А мы их используем при ремонте квартир и домов. Видите, выдавилось. Самвел делает все по лазадному уровню. Самвел, а ты будешь дюбелировать минвату сейчас? Нет. Я думал, это... А вот эти, которые ты забил, это где были больше отклонения, да? Нет. Там, где много проводов, я делаю, фоткаю, чтобы там еще раз не... Понял, понял. А так собираешься через сетку сделать, да? Да. На всякий случай. То есть, скорее всего... Здесь не так очень много будем делать. Угу. Клей. Цивизит СТ-190. Сетка БОТЭКС КРИПЕКС-2000. Клеили без депилей практически, только буквально несколько штук. Там, где проходило кучки проводов. И поэтому ставим несколько дюбелей для того, чтобы продлить подклетствие провисания расслоения минерал-ватной плиты. Поэтому, собственно, ставим дюбелей именно через базу. Так, чтобы так вот, фасадные технологии у нас на внутренней отделке. Не всегда фасадные технологии показывают более лучшие результаты, чем традиционные интерьерные. В частности, из фасадных технологий. Что здесь у нас еще? Как видите, штукатурка известково-цементная. Буми, темпа 35-я. Фу, маячка. Маячка вынуты. Все выполнено. С отгезенной добавкой за Ц-81. Соответственно, видите, усадочных трещинок нет. Но еще видите, что мы все проходим базовым армирующим слоем. Дальше переходим, смотрим. Все гипрокартоновые перегородки обработаны клеем-сенкой. Чтобы впоследствии не было трещинок. Все оконные откосы утеплены экструдированным пенополистиролом. Чтобы было тепло, чтобы пароизоляцию, экструдированный пенополистирол, соответственно, зафрезерован, зашкурен с обеих сторон, и со стороны приклейки, и со стороны базы. Тепло и пароизоляция. Все везде в базовом армирующем слое. Артак скучает. Плитку не дадут положить. Все болтаются под ногами. Делаешь полное заполнение, чтобы профиля были полностью заполнены. Соответственно, этот профиль и вот эти два сыграют по системе ласточкин хвост. Тепло и пароизоляции. И дальше Дюбеля Дюбеля Просверлены отверстия Дальше Дюбеля Профиль Алюминиевые Алюминиевые И фиксация дюбелями В ранее Просверленные Прозинкованные Отверстия Отверстия И установки В местах Дюбелей Заплаты Наносится Клей СТ-190 И втапливается Заплатка Из фасадной Стеклотканевой Сетки Баутекс Крипит 2000 Биски Фасадный Дюбель Староскорной Зоной 50 км Для чего Что здесь Выполнено Потолки Утеплены Базальтовым Минералом Ватной Плитой Технониколь Технофас Приклейка Наклеит Сиризит СТ-180 Дальше Выполнили Базово Варнирующий Слой Клеем Сиризит СТ-190 Фасадной Стеклотканевой Сеткой Баутекс Крипикс 2000 ЕЧС 4х4 Вес 165 грамм На метр Квадратный То есть Чистой Прямо Фасадной Технологии На внутренней Отделке Дальше Дюбелирование Через базу Позволит Что нам Сделать Дюбель Нужен В системе С минераловатной Плитой Для того Чтобы Предотвратить Ее расслоение Со временем Она же Собрана По сути дела Как фанера Много-много Волокон Склеенных Фенолформальдегидных Связующих Так вот Когда мы Дюбелируем Через базу У нас Площадь Взаимодействия Дюбеля Намного больше Чем Когда мы Дюбелируем Просто через вату А сейчас Вы видите Перетяжку Базового Армирующего Слоя То есть Берем Клей Можно СТ-190 Можно СТ-180 СТ-85 Циризит Можно Бумид Про Контакт Наносим И потом Перетягиваем Тоненьким Слоем Потому что База Изначально Которую Мы делали Тем более На потолках Она Не совсем Ровная И видна Структура Сетки Тем более Еще Заплатки Оставили Свои Отметки Как видите Клей Наносится На всю поверхность Удобнее работать Либо теркой Либо Шпателем Терка Металлическая Как видите Терка Основная Задача Перетяжки Это убрать Структуру Видимо Сетки Ну и Выровнять В уже Окончательной Поверхности Поэтому На перетяжку Удобнее Всего Использовать Либо Широкий Шпатель Либо Широкий Полутерок Большой Напоминаю Потолки У нас Это Минерал Ватная Плита И базовый Армирующий Слои Понятное дело Потом будут Еще финишные Шпаклевочные Работы Но базу Все равно Лучше Хорошо Подготовить Для того Чтобы было Проще Работать Продолжение следует Продолжение следует